Эта тема, конечно, очень важна, действительно, очень актуальна для всей России, потому что молодежь, конечно, в будущем. И, конечно, учитывая, что мы здесь все давно работаем, мы видим, какая динамика и какое развитие именно молодежного движения в нашем родном городском округе Щелково. Какова стратегия молодежной политики страны на период до 2030 года? О разработанном в соответствии с перечнем поручений президента страны по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации документе говорили на встрече молодежи сразу трех городских округов – Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский. Хотелось бы услышать их мнение, как у них в городских округах проходит молодежная политика. Потому что здесь присутствует не только именно активная молодежь, которая занимается волонтерством, творчеством, а тут еще присутствуют специалисты, которые непосредственно в этой сфере, в молодежной политике, у себя в городском округе проводят такую деятельность. Дети знакомятся с друг с другом, дети делятся своими идеями, своим видением, то, как должна проходить молодежная политика, то, как они хотят. Потому что мы же делаем это все для молодежи. Молодежи, конечно, виднее, что они хотят от этого получить. Стратегия опирается на прогноз социально-экономического развития на период до 2036 года, учитывает опыт становления и развития молодежной политики страны. На встрече в корпусе лицея номер 7 на улице Шмидта активисты молодежных объединений и клубов не только получили информацию о стратегии, но и прошли мозговой штурм. Подняв определенный вопрос, предложили пути его решения. Детям, подросткам, которые становились на учет, допустим, в ПДН, им тяжелее поступить, им тяжелее найти работу. Таким детям нужна социальная интеграция в среду, которая у них благоприятно на них влияет. То есть мы предлагаем, опять же, добровольно, примудительно включать их в социальную жизнь. Это не только молодежь, а различные молодежные организации, которые, в принципе, направлены на то, чтобы сформировать морально-этическую базу для молодежи. Предложения активистов будут документально оформлены молодежным парламентом при окружном совете депутатов и далее направлены в молодежный парламент Московской области. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.